Привет, дружочки-пирожочки, с вами товарищ Сафронов, и сегодня продолжение серии кастомных фигур, пакетики, распаковочка, сюрприз, пакетики, мы сейчас, ну, для вас сюрприз, что там внутри, мы будем распаковывать, смотреть, и это по радужным друзьям, да, вы просили, я вас слушаю, какую тему вы просите, такую прям, вот вы написали радужные друзья, радужные друзья, пожалуйста, продолжение этой серии, если вы хотите какую-нибудь другую, напишите в комментариях, а если вы хотите продолжение радостных друзей, радостных радужных друзей, то обязательно ставьте большой палец вверх, тогда чаще будет выходить по вашей любимой игре, по вашей любимой серии, да, радужные друзья у меня уже были на канале в качестве кастомных фигурок, но в этот раз они вас удивят, они вас просто вынесут вам мозг, потому что это crazy серия, она сумасшедшая серия радужных друзей, фигурок, ну, давайте разбираться, почему, давайте посмотрим, ну, давайте возьмем для начала, для начала возьмем какую-нибудь, ну, вот такую вот, такой вот пакетик, почему бы и нет, первый пакетик с Rainbow Friends, игрой по, ой, фигуркой по игре, и в данном случае у нас выпадает главный вот чувак в этой игре, ну, точнее, он не главный, он, ну, короче, почти, неважно, Рэд, чувак, который выглядит по идее как шар с большими глазами в костюме, в таком, как бы, и в данном случае... Дизайн этого Рэда, конечно, огонь. Посмотрите только на его ботинки. Куда он собрался? Это что, ботинки, которые по воде, знаете, ходят. Они надуты, они не тонут, и можно по воде ходить. Почему он вообще такой, как блинчик, как какой-то снеговик из кусочков собранный, сделанный? Я не знаю, ну вот такой вот Рэд в этой серии. Ну какой есть? Давайте его любить таким, какой он есть. Но при этом фигурка может стоять. Глаза ещё больше в растопырку его. Прям совсем, мне кажется, уже по бокам скоро будут, как у рыбки. И, может быть, он превращается в рыбку в данном случае, или в какого-нибудь головастика. Хотя он уже головастик, в смысле, ну, головастый. А головастик, как вот у лягушки. Такой головастик. Может, он раз, раз, это хвостиком станет, это головой, это будет он головастик. Не знаю. Ну, смешной Рэд. Следующий. Следующая фигурка какая-нибудь. Давайте, например, будет это кто? Кто же это будет у нас? Распаковываем. Да, не менее, не менее угарный. Итак, готовы? Приготовьтесь. Раз, два, три. Это грин зелёный, который показывает, указывает пальцем на кого-то. Я не знаю, такой, ты, не ты, не ты, не ты. Совершенно с безумными торпедоподобными глазами. Очень странным дизайном его ног и не торса, потому что вот этот вот цилиндрик оказался не очень удачным, мне кажется. Но он тем страшнее становится. Смотрите, он выбирает свою жертву. Ищет ты, не 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 ты. Короче, не менее странный, учитывая, что он выглядит, ну, не совсем так, не совсем типично привычно. Но вот в рамках этой крэйзи, безумной серии фигурок кастомных, он, мне кажется, отлично вписывается. Какой же пакетик, давай, какой выберем пакетик из этих трёх? Этот, 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 хорошо, как скажешь. Как скажешь, я тебя слушаю и повинуюсь. Раскрываем следующий пакетик, друзья мои, чтобы эти пакетики не заканчивались и продолжалась у нас счастье, радость распаковки по вашей любимой серии, то большой палец вверх, внизу под этим видео, он очень, очень помогает для того, чтобы выходили новые обзоры распаковочки и новые кастомные фигурки. Потому что это всё даётся не просто так. Это нужно постараться. Я вас радую необычными сериями, которых вообще вы не увидите нигде, никогда, ни у кого, например, то это, мне кажется, достойно лайка. Такое развлечение. А тут достойно ли лайка Чика? Нет, это, дело в том, что вы просто, если вы даже не знаете про эту игру, там, кто-то напишет, я один такой, который не играл, не знаю ничего про эту игру. Нет, не один. У вас тех, кто выпендривается, много. Но посмотреть, как вот Rainbow Friends набрать картинки, посмотреть, как выглядит этот персонаж, Йеллу, можете. Но уж точно не так. Уж точно не так. Здесь это какой-то ультра-цыплёнок с маленькими тонкими ножками и невероятно маленькими ручками, даже не крылышками. Из двух частей состоит туловище, из двух таких фасолинок, точнее, это фасолинка, а это горошек, я бы сказал. И также здесь такой клюв смешной и глаза. Но она прям меместная. Мемчик, живой ходячий мемчик. Посмотрите, я не могу, я на них смотрю и радуюсь, не нарадуюсь. Это реально выглядит, как карикатура на и так смешных и забавных персонажей, которые выглядят довольно, ну, как бы по-доброму, дурацкие, хорошие в этом слове. Ну, в хорошем смысле. А здесь они выглядят просто невероятно смешно. Давайте посмотрим, посмеёмся ещё над одним каким-нибудь персонажем. И возьмём, давайте, самую большую. Ну, кто там, угадаете или нет, кто в самом большом, толстом, тяжёлом пакетике, может быть, кто же. Интересно, угадаете или нет, я прям даже не знаю. Ну, ладно, распаковываем самый большой, пухлый пакетик. И там, конечно же, и там, конечно же, и там, конечно же, застряла фигурка. Ну, что же делать? Как же быть? Как же быть? Как быть? Как мне тебя оттуда достать? Это сине-сине-ине, а точнее, блю-у-у-у. Вот такой вот, блин, блин. Ну, и сам по себе он, да, такой, он вообще похож на какого-то такого снеговика синего ожившего. А тут он вообще максимально, ну, ещё раз говорю, вы как карикатура, максимально довели до абсурда его внешний вид. То есть, просто два шарика. Пум, и такие колбаски. Раз, два, три, четыре. Колбаска одна, колбаска два, колбаска три, колбаска четыре. Он, стоять он не может, может только ползти. Может, кто-то ползёт. Ну, слушайте, возможно, он объелся пельменей. Возможно, он приехал от бабушки. Возможно, он бахнул в пельмени. Не знаю, почему он такой, но он типа, я не могу больше есть. Ну, такой, ползёт куда-то. Из его ещё рта течёт слюна, а на голове корона. Что бы это могло значить? Я не знаю, что бы это могло значить вообще в игре тоже. Почему этот персонаж именно так? Есть объяснение, почему у него слюна? И что он король? Он реально король этого мира? Ну, в общем, вот такой вот блю, толстый, шарикоподобный персонажик. Окей. И последний пакетик. Чтобы он не был последним, надо обязательно поставить большой палец вверху под этим видео и подписаться на канал. Обязательно, чтобы этот пакетик не был последним. Чтобы он был крайним. Итак, открываем крайний компетен. Ну, у меня есть подозрение, что там он пустой, в нём ничего нет. Зачем он мне? Ну, давайте посмотрим. Там правда пусто. Реально пусто. Пусто, пусто. А, нет, что-то есть. Ладно, это был прикол. Это не... Это супер маленькая, супер маленькая кастомная фигурка чувака, который выползает. Даже не помню, как его зовут. Ну, в общем, всё, что здесь уместилось, это просто руки. Их выползающие откуда-то из какой-то канализации. Вот. Канализации тоже нет. Просто есть кубик и такие вот руки. Всё. И это вот этот вот чел, который там что-то, он тоже кого-то тянет ручки свои. Так, ну, вот такая вот безумная серия. Но она реально, посмотрите, они супер непохожи на... Можете посмотреть на своих оригиналов. Ну, то есть, есть какие-то схожие моменты. Ну, мы здесь с вами, чтобы повеселиться, чтобы поднять своё настроение. Поэтому нас полностью устраивает такая серия. Даже здорово посмотреть на необычный вид. Ну, такое вот художество, художество такое. Короче, если вам понравилась серия с радужными друзьями, то ставьте большие пальцы вверх. И просто вам нравятся кастомные фигурки. То, что я для вас делаю. И как я развлекаю вас этой серией. Обязательно подержите большие пальцы вверх. Пальцами вверх. Пока-пока.